На четвертой я заметила, что я хожу и все время улыбаюсь. Ух ты, смотри. Вы знаете, ну серьезно. Ловлю себя все время на то, что у меня вот хорошее настроение. Я просто лечу, мне кажется, я бегу, у меня все получается. И вот такое настроение все время улыбка. Вообще я работаю с учениками, я преподаватель музыкальной школы, скрипачей. И я очень хочу этот метод попробовать перед экзаменами. Очень-очень важно, раскрепощающие приемы сихрогимнастики по методу Крючка, это просто золото. Почему, потому что Станиславский и Чехов, они обучали актеров перед выступлениями снимать дневные зажимы. Дневномышленные, как бы так называли, зажимы. Это же и есть, просто современная сегодня сихрогимнастика, это и есть раскрепощающие действия. Меня выгнали из мужского, за то, что я не имею слуха, на самом деле меня выгнали из мужского, потому что я ненавидел эту скрипку, ну просто ненавидел. Меня родители заставляли, ну какие у нас были педагоги, я прихожу, мне там по случку как даст, а у нее каблуки вот такие, ногти такие накрашены, она сидит меня даже не слушает, Ворошилова, я как сейчас помню. Вот если бы она мне вместо этого, что я вот так зажимался и ненавидел эту скрипку, вы же мы же вот это вот, да, но я же ребенок был маленький, я же не мог маме сказать, я же не мог ей на нее пожаловать, учитель все-таки. А вот если бы она мне показала эти раскрепощающие приемы, я чувствовал бы себя легко, вот, и она бы себя легко чувствовала, конечно, я бы начал любить музыку. А вы знаете, что интересно? Меня выгнали из мужского, что я не успевал, однажды, будучи уже взрослым, лечу в самолете. Очень уставший, да еще после именин, командировка еще молодой был, видимо крепко выпили, и вот я в 5 утра лечу на самолете в командировку. Очень тяжелая голова, и вдруг там моторы что-то там по частоте вибрации поменялись, и вдруг я услышал музыку. Да, музыка, льется музыка, я так это самое хотел радио подкрутить, она оказалась выключена. Я так удивился, а кальций она во мне играла. Но есть такое явление, которое называется иллюзией. Когда в шуме вентилятора слышишь шепот или капли воды, какой-то разговор, и вот, видимо, наложилось вот это нервное напряжение, усталость, и на эти шумы моторов частоты какие-то срезонировали, и во мне полилась музыка. Я когда это почувствовал, я задумался, я заметил, что вместе с тем, как изменилось мое внимание и состояние, изменилось направление музыки. Она пошла в другую сторону, и соло вела скрипка. И это был такой божественный оркестр. И я вдруг заметил, что я могу управлять, то есть дирижировать этим божественным оркестром. Боже мой, если бы я помнил ноты, я бы записал божественную симфонию. Но меня же тогда выгнали, и я вообще был уверен, что я никакой не музыкант. Оказывается, каждый человек творец. Каждый человек творец. И вот эту гармонию потом я нашел в себе, когда начал рисовать. Эту гармонию вы нашли в себе, в своей области, ставил педагогом. Каждый может найти в себе вот это состояние, когда он творец. Конечно, если вы детям будете раскрепощать, то они и без этого сильного напряжения у них тоже и начнет вот эта музыка. Раскрепощайте. Мне это очень интересно, и, конечно, я хочу на следующий год попробовать. Сейчас, как в учебном области, я покажу. Пять минут всех на гимнастике, а потом занятия. Я так сейчас помню. Вот так. И держать вот, вот так. Вот. Спасибо.